Подготовка. Эластография не требует проведения специальной подготовки. Для получения более точной диагностической информации при обследовании органов брюшной полости из-за брюшиного пространства рекомендуется воздержаться от приема пищи за 8-12 часов до процедуры. Что показывает эластография визуализирует ткани и органы, отображая различия эластичности нормальных и патологически измененных зон. Метод основан на оценке деформации следуемой области при дозированной вибрации или компрессии. Существует несколько видов эластографии – квазистатическая, компрессионная, динамическая, с механическим, импульсным или вибрационным давлением и с акустическим радиационным давлением. Статические методы отражают качественные характеристики эластичности, жесткости тканей. Динамическая эластография позволяет количественно измерить данный параметр с помощью модуля Юнга. Методом эластографии следуются лимфоузлы, матка и придатки, молочные железы, мошонка, мягкие ткани, печень, почки и надпочечники, поджелудочная и щитовидная железы, простата. Для каждого органа и типа тканей существует определенный коэффициент эластичности. Модуль Юнга Наиболее эластичны мышечные и жировые ткани. Фиброзные образования имеют умеренную жесткость, а злокачественные опухоли – выраженную. На мониторе области с различной жесткостью отображаются разными цветами. Эластография применяется с целью диагностики патологических изменений тканей, основными из которых является фиброз печени. Хронические диффузные заболевания, такие как гепатит и цирроз, сопровождаются фиброзом печени. Методами динамической эластографии определяется умеренное повышение жесткости ткани при вирусном гепатите и стеатогепатите, выраженное повышение при циррозе. Новообразование щитовидной железы Суноэластография позволяет дифференцировать злокачественные и доброкачественные узлы щитовидной железы. Аденома, аденоматозные сопкистые и функциональные узловые образования часто имеют гетерогенную, но эластичную структуру. Раковая опухоль отличается высокой жесткостью, не меняет цвет при компрессии. Опухоли молочной железы Результаты исследования используются для дифференциации злокачественных и доброкачественных новообразований молочных желез. О доброкачественности свидетельствует цвет очага, сопоставимый с цветом окружающей ткани железы, а также изменений цвета после декомпрессии. Если опухоль не изменяет цвет во время компрессии и декомпрессии, то ее эластичность мала, велика вероятность злокачественности. Заболевание простаты По характеру окрашивания ультразвуковой проекции производится дифференциальная диагностика болезней предстательной железы. При воспалительных патологиях структура ткани однородная, высокоэластичная. Для доброкачественных образований, например аденомы простаты, характерно сочетание областей высокой и средней эластичности. Раковые опухоли на цветовой картограмме окрашены синим цветом признак высокой плотности и жесткости. Достоверность диагностики повышается при выполнении процедуры эластографии вместе с двухмерным ультразвуковым сканированием. При интерпретации результатов и постановке диагноза учитываются данные клинической картины, лабораторных и инструментальных исследований МРТКТ. Преимущество эластографии является неинвазивной процедурой, не связано с риском осложнений и практически не имеет противопоказаний. По сравнению с УЗИ в двухмерном режиме она обеспечивает более высокую степень точности при ранее дифференциальной диагностике опухолей. К недостаткам методы относится уменьшение чувствительности с нарастанием глубины расположения органа, трудности выявления доброкачественных новообразований, имеющих такую же эластичность, как здоровая ткань органа. Стоимость стандартного УЗИ незначительно ниже, чем эластографии.